Основные материалы дорожают в преддверии строительного сезона. Однако возведение частного дома или дачного дома может обойтись и дешевле намеченного. Современные материалы на этой неделе демонстрируют на выставке в экспоцентре. Они могут сэкономить средства и сохранить эстетику. Вероника Иванова узнала о новинках строительной отрасли. На этой выставке производители стройматериалов и разработчики технологий представляют лучшее. Возвести дом сейчас можно быстро и при этом не потратить много денег. В Китае придумали, как бюджетно придать солидности фасадам. Можно уже покрывать кирпич. Соответственно, у вас уже будет индивидуальный фасад здания, который максимально будет похож на гранит. Такой псевдокамень не на века. Производитель дает гарантию 20 лет. Сами жители Поднебесной покрывают натуральным камнем только первые этажи, где материал хорошо видно и можно пощупать. На остальной фасад просто распыляют чудо-краску. Облицовка натуральным материалом – это 7-8 тысяч рублей за квадратный метр. А вот покрасить эту же площадь – 300 рублей. Застройщики в Новосибирске уже активно используют технологию. Один из трендов в сфере строительства – материалы должны быть не только прочными и долговечными, но и экологически безопасными. Например, это прорезиненное покрытие для детских площадок сделано из переработанных автопокрышек. Из резины от одной машины получается квадратный метр покрытия. Собственное производство в Новосибирске уже зарекомендовало себя. В НГУ делали, например, беговые дорожки. В Первомае, например, там хоккейная площадка. Ну, много здесь. Очень много в жилых комплексах делаем подобное покрытие. Резиновую крошку можно окрасить и создать яркие пятна во дворе. На недостаток цвета в заснеженной Сибири производители предлагают целую палитру красок. Оранжевый цвет, вот такой цвет у нас брали для бара. Цвет берут под золото. Есть заказчики на любой цвет. Теплицу в огород тоже можно заказать яркую. Поликарбонат всех цветов радуги для дачного строительства. Для автонавесов, для козырьков, для витражей. То есть закрывают веранды в цвет. Можно подобрать, допустим, оттенок с деревом. А эти технологии – настоящий космос. Изоляция кабелей для ракеты-спутников теперь вытесняет стекло в архитектуре. Слои особой пленки, а между ними воздух. Воздух, как известно, один из лучших изоляторов. Рабочий диапазон работы этой пленки – минус 150, плюс 150. То есть в этом диапазоне температур абсолютно с пленкой ничего не происходит. Пропускает ультрафиолет в разы легче стекла и не утяжеляет конструкцию, при этом толщиной с человеческий волос. Конструкция при этом получается высокотехнологичная, экологичная и прочная. Вот я даже на эти две пленочки могу встать ногами. Правда, экономически выгоден такой материал лишь на обширных площадях. В Новосибирске уже ищут подходящий проект, чтобы опробовать новинку. Вероника Иванова, Евгений Макаров, Новосибирские новости.